Злые языки начали звонить. Проквашнена еще до его приезда ходила на заводе так много пикантных анекдотов, что теперь никто не сомневался в настоящей причине его внезапного сближения с семейством Зиненок. Да, мы говорили об этом с двусмысленными улыбками. Мужчины в своем кругу называли вещи с циничной откровенностью их именами. Однако наверняка никто ничего не знал. Все с удовольствием ждали соблазнительного скандала. В сплетне была доля правды. Сделав визит семейств Зинена, Квашнин стал ежедневно проводить у них вечера. По утрам около одиннадцати часов в Шепетовскую экономию приезжала его прекрасная тройка серых, и кучер неизменно докладывал, что барин просит барыня и барышень пожаловать к ним на завтрак. К этим завтракам посторонние не приглашались. Кушанье готовил повар-француз, которого Василий Теренч всюду возил за собой в своих частых разъездах, даже и за границу. Внимание Квашнина к его новым знакомым выражалось очень своеобразно. Относительно всех пятерых девиц он сразу стал на бесцеремонную ногу холостого и веселого дядушки. Через три дня он уже называл их уменьшительными именами с прибавлением отчества. Шура Григорьевна, Ниночка Григорьевна, а самую младшую Касю он часто брал за пухлый с ямочкой подбородок и дразнил младенцем и цыпленочком, отчего она краснела до слез, но не сопротивлялась. Анна Афанасьевна с игривой ворчливостью пеняла ему, что он совсем избалует ее девочек. Действительно, стоило только одной из них выразить какое-нибудь мимолетное желание, как оно тотчас же исполнялось. Едва Мака заикнулась без всякого, впрочем, заднего умысла, что ей хотелось бы выучиться ездить на велосипеде, как на другой же день Нарочный привез из Харькова прекрасную машину, стоящую по меньшей мере рублей триста. Бети он проиграл, держа с нею пари по поводу каких-то пустяков, пут конфет, а Каси – брошку, в которой последовательно очередовались камни, коралл, аметист, сапфир и яшма, обозначавшие составные буквы ее имени. Он услышал однажды, что Нина любит верховую езду и лошадей, через два дня ей привели кровную английскую кобылу в совершенстве выезженную под дамское седло. Барышни были очарованы. В их доме поселился добрый, сказочный дух, угадывавший и тотчас же исполнявший их малейшие капризы. Анна Афанасьевна смутно чувствовала в этой щедрости что-то неприличное для хорошей семьи, но у нее не хватало ни смелости, ни такта, чтобы дать незаметно понять эту Кашнину. На ее льстивые выговоры он только махал рукой и отвечал своим грубоватым решительным басом «Ну вот еще, дорогая моя, пустяки какие выдумали». Однако ни одну из ее дочерей он не предпочитал явно, всем им одинаково угождая и над всеми бесцеремонно подтрунивая. Молодые люди, посещавшие раньше дом Зиненок, предупредительно и бесследно исчезли. Зато постоянным гостем сделался Свежевский, бывший у них до того всего-навсего раза два или три. Его никто не звал, он явился сам, точно почему-то таинственному приглашению, и сразу сумел сделаться необходимым для всех членов семьи. Впрочем, появление его у Зиненок предшествовал маленький анекдот. Как-то месяцев пять тому назад Свежевский проговорился в кругу своих сослуживцев, что мечта его жизни – сделаться со временем миллионером, и что он к сорока годам непременно будет им. «Как же вы этого добьетесь?» – Станислав Ксаверевич спросили его. Свежевский захихикал и, загадочно потирая свои мокрые руки, ответил «Все дороги ведут в Рим». Чутье ему подсказывало, что теперь в шепетовской экономии обстоятельства складываются весьма удобно для его будущей карьеры. Так или иначе, он мог пригодиться всемогущему патрону. И Свежевский, ставя все на карту, смело лез к Вашнину на глаза со своим угодливым хихиканьем. Он заигрывал с ним, как веселый дворовый щенок со свирепым медилянским псом, выражая лицом и голосом ежеминутную готовность учинить какую угодно пакость по одному только мановению Василия Терентьича. Патрон не препятствовал. Тот самый Квашнин, который прогонял со службы без объяснения причин директоров и управляющих заводами, этот самый Квашнин молча терпел в своем присутствии какого-то Свежевского. Тут пахло важной услугой, и будущий миллионер напряженно ждал своего момента. Все это, передаваясь из уст в уста, стало известно и Боброву. Он не удивился. На семейство Зиненок у него сложил свой твердый и точный взгляд. Его взволновало лишь то, что сплетня не применит задеть грязным хвостом и Нину. После разговора на вокзале эта девушка стала ему еще милее и дороже. Ему одному она доверчиво открыла свою душу, прекрасную даже в колебаниях и слабостях. Все другие знали, думалось ему только и ее костюм и наружность. Ревность же с ее циничными сомнениями, вечно раздраженным самолюбием, с ее мелочностью и грубостью была чужда доверчивой и нежной натуре Боброва. Хорошая, искренняя женская любовь ни разу еще не улыбнулась Андрею Ильичу. Он был слишком застенчив и не уверен в себе, чтобы брать от жизни то, что ему, может быть, принадлежало по праву. Неудивительно, что теперь его душа радостно устремилась навстречу новому, сильному чувству. Все эти дни Бобров находился под обаянием разговора на вокзале. Сотни раз он вспоминал его в мельчайших подробностях и с каждым разом прозревал в словах Нины более глубокое значение. По утрам он просыпался со смутным сознанием чего-то большого и светлого, что посетило его душу и обещает ему в будущем много блаженства. Его неудержимо тянуло к Зиненкам. Хотелось еще раз убедиться в своем счастье, еще раз слышать от Нины то робкие, то наивно смелые полупризнания. Но его стесняло присутствие Квашнина, и он утешал себя только тем, что патрон ни в коем случае не мог пробыть в Иванкове более двух недель. Однако случай помог ему увидеться с Ниной до отъезда Квашнина. Это произошло в воскресенье, через три дня после торжественного открытия компании доменной печи. Бобров ехал верхом на фарватере по широкой, хорошо набитой дороге, ведущей с завода на станцию. Было часа два прохладного безоблачного дня. Фарватер шел бойкой ходкой, прядой ушами, мотая косматой головой. На повороте около склада Бобров заметил даму в Амазонке, спускавшуюся с горы на крупной гнедой лошади и следом за нею всадника на маленьком белом киргизе. Скоро он убедился, что это была Нина. В темно-зеленой, длинной, развивающейся юбке, в желтых перчатках с крагами, с низеньким, блестящим цилиндром на голове. Она уверенно и красиво сидела в седле. Встроенная английская кобыла шла под нею эластической, широкой рысью, круто собрав шею, высоко подымая тонкие и сухие ноги. Сопровождавший Нину Свежевской, далеко отстал и старался, болтая локтями, трясясь и горбис, поймать носком потерянное стремя. Заметив Боброва, Нина пустила лошадь голопом. Встречный ветер заставлял ее придерживать правой рукой перед шляпой и наклонять вниз голову. Поравнявшись с Андреем Личом, она сразу осадила лошадь, и та остановилась, нетерпеливо переступая ногами, раздувая широкие породистые ноздри и звучно перебирая зубами удила, с которых комьями падала пена. Отъезды у Нины раскраснелось лицо, и волосы, выбившиеся на висках из-под шляпы, откинулись назад длинными тонкими завитками. — Откуда у вас такая прелесть? — спросил Бобров, когда ему, наконец, удалось осадить танцевавшего фарватера и, перегнувшись на седле, пожать кончики пальцев Нины. — А правда, красавица, это подарок Квашнина. — Я бы отказался от такого подарка, — грубо сказал Андрей Ильич, внезапно рассерженный беспечным ответом Нины. Нина вспыхнула. — На каком основании? — Да на том, что кто же для вас в самом деле Квашнин? Родственник? Жених? — Ах, боже мой, как вы щепетили за других! — воскликнула Нина язвительно. Но, увидев его страдающее лицо, она тотчас же смягчилась. Ведь ему это ничего не стоит, он так богат. С Вежевской было уже в десяти шагах. Нина вдруг нагнулась к Боброву, ласково дотронулась концом хлыста до его руки и сказала в полголоса тоном маленькой девочки, сознающейся в своей вине. Но будет, будет, не сердитесь. Я ему возвращу лошадь назад, злючка вы этакой. Видите, что значит для меня ваше мнение? Глаза Андрея Ильича засияли счастьем, и руки невольно протянулись к Нине. Но он ничего не сказал, а только глубоко всей грудью вздохнул. С Вежевской подъезжал к нему, раскланиваясь и стараясь принять небрежную посадку. — Вы, конечно, знаете о нашем пикнике, — крикнул еще издали с Вежевской. — Первый раз слышу, — ответил Андрей Ильич. — Пикник по инициативе Василия Терентьича в бешеной балке. Не слыхал. — Да-да, пожалуйста, приезжайте же, Андрей Ильич, — вмешалась Нина. — В среду в пять часов вечера сборный пункт, станция. — Пикник по подписке? — Кажется, наверное, не знаю. Нина вопросительно и растерянно взглянул на Свежевского. — По подписке, — подтвердил Свежевский. — Василий Терентьич поручил мне исполнить некоторые его распоряжения. Я вам скажу, пикник будет колоссальный, нечто сверхшикарное. Только все это пока мест секрет. Вы будете поражены неожиданностью. Нина не утерпела и прибавила кокетливо. — Все это ведь из-за меня вышло. Третьего дня я говорила, что хорошо бы компанией куда-нибудь в лес проехаться. А Василий Терентьич... — Я не поеду, — сказал Бобров резко. — Нет, поедете, — сверкнула глазами Нина. — Господа, марш-марш! — крикнула она, подымая лошадь с места голопом. — Андрей Ильич, слушайте, что я вам скажу. Свежевский остался сзади. Нина и Бобров скакали рядом. Она, улыбаясь и заглядывая ему в глаза, он хмурый и недовольный. — Ведь это я для вас выдумала пикник, мой нехороший, подозрительный друг, — сказала она с глубокой нежностью в голосе. — Я хочу непременно узнать то, что вы недоговорили тогда на вокзале. Нам никто не помешает на пикнике. И опять мгновенная перемена произошла в душе Боброва. Чувствуя у себя на глазах слезы умиления, он воскликнул страстно. — О, Нина, как я люблю вас! Но Нина как будто бы не слыхала этого внезапного признания. Она потянула поводья, заставила лошадь перейти в шаг и спросила. — Так будете, да? — Непременно. — Непременно буду. — Смотрите же. А теперь подождем моего кавалера и до свидания. Я тороплюсь домой. Прощаясь с ней, он чувствовал через перчатку теплоту ее руки, ответившей ему долгим и крепким пожатием. Темные глазанины.